Продолжаю работу над начатой картиной. Прошло две недели, прежде чем я снова к ней приступаю. Я прошелся лезвием, вот так, лезвием прошелся, по густой фактуре. Прошелся, прошелся. Мало того, что стала приятная на ощупь она, кроме прочего, произошел процесс вплавления мазка в мазок. Когда вы сами дома попробуете, может на какой-то старой работе, это действие, шкурение лезвием. Оно должно быть не очень глубоким, с пожданием, не торопливым, чтобы не повредить холст. Ну или не содрать краску с сильным нажатием, чтобы появилась плешенка. То есть такая тоже будет неудачна. Итак, пошкурил, пошкурил, пошкурил. Вот, в том числе и здесь пошкурил. И теперь продолжаю. Уже на этом этапе я хотел бы немножко повыписывать лица, руки, чтобы потом, так сказать, наброситься на финишную часть работы. Ретушный лак. Им я протру. Он дает связку одного слоя краски с другим. То есть предыдущий слой будет цепок по следующему. Ну и, соответственно, долговечность работы будет. А заодно сухость холста несколько нарушится. Потому что краска подсохла и пожухла. И эту сухость ретушным лаком мы несколько тоже устраним. При этом писать я буду, разбавляя веществом масла, льна. Итак, мы протерли работу ретушным лаком для лучшей связки. На палитре разбавляющее вещество у нас будет масло, масло, льна. Вот такие бутылочки, которые продаются в каждом магазине для художников. Стоит на палитре сделать обилие замесов. Это будут и краснота. И краснота с коричневизной. И желтоватость с краснотой, как оранжевый. И охра разбеленная, и охра неразбеленная. Вот такую группу этих замесов. И даже голубоватые тоже пусть участвуют во всем этом. В данном случае из голубых я взял цирулиум. Сейчас вам покажу, как это примерно выглядит. Вот так это выглядит. Я сделал обилие замеса так, как будто я только что остановился в письме. И как бы продолжаю предыдущий сеанс. Но уже по-сухому, что дает возможность держать руку на холсте. И более точно, не по скользкости краски, укладывать новое вещество. Обилие замесов дает возможность мгновенно находить подходящий цвет. Голова находится в неком контражуре. И поэтому контражурное цветовое содержание головы. Контражур это когда голова в тени и как бы украшена нимбом света. Сама головочка в тени. Свет вот здесь. Контражурное содержание цвета лица хорошо бы, чтобы имело и красноватые, и оранжеватые. И что самое главное, зеленоватые цветики. Потому что с красноватым и желтоватым более-менее понятно. Но вокруг очень много зелени, которая тоже отбрасывает рефлексы на теневую часть тела. Именно на теневую часть более всего попадают рефлексы. Рефлексы это отраженный свет на теневую часть. Он отражается и от этой плоскости, и от этой. И даже от книги, которая вот мы видим ее как бы открытой. И это все, все отдает рефлексы. А особенно, конечно же, трава. Ну и сиреневое платье. Суховато работаем. И желательно мазочно, чтобы складывался эффект наштрихованности изображения. Что будет очень импрессионистично. Для темных партий, таких как Глаза, ноздри, сначала задействуем краснинку. Краснинку и коричневинку. И потом, если есть необходимость, Добавляем холодненький цвет. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Есть места, где теневое тело обостряет контраст. И это создает живописность рисунка касания. Продолжение следует... Вот, скажем, под носиком, под губочкой... Я обостряю свет из-под теневой лица. Хотя на фотографии еще более мерцательно и мигательно, и даже как бы невыразительно. Я придаю выразительность вот этому месту наклоненному, как предположительно дополнительно темному. Будучи наклоненным от света, по идее, это место должно было бы быть контрастней к фону. Вы видите нарочитый зеленый рефлекс. Почему именно здесь? Вот эта часть надбровной дуги буквально обращена к низу. А низ у нас зеленит и сиреневит рефлексами. Где встречается хотя бы маленький намек на зеленоватость или сиреневатость, даже на голубоватость, стоит этот намек чуть-чуть попробовать усилить. Если он дал хороший эффект, оставить таким. Если он не нарушил гармонию цвета, оставить его. Гармония состоит в том, что это естественно выглядит. То есть, если выглядит естественно, значит хорошо выглядит. Но при этом цветовое насыщение произошло. При этом концептуально голова не изменила цветовое содержание. Но в ней появились цвета, окружающие ее, эту голубу, среды. Опять же, обращенность к низу и это место, щечечки, закругленность щечечки тоже обратилась и приобрела зеленый рефлекс. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда вы рисуете глаз, обычно, вот в таких ракурсах, да и не только в этих, но в этих особенно это различие, вы видите, фактически это щелочка какая-то, темная щелка. Но от этой темной щелки и от длины ресниц, волосики, вернее, отбрасывают, реснички отбрасывают тень вниз. И эта тень создает адаптацию личика, эээ, глазика в ямочку глазного яблока. Не забываем об этой задаче. Часто вы рисуете вырезанный глаз в крови, вот такую щелочку, делаете вырезанную и она, естественно, выглядит диковато. именно потому, чтобы вот эту теневую рассеянность не подложили. Когда работаем с губами, в этом смысле импрессионисты нам показали, как можно удобно работать с губами. Они делают губки просто приятного цвета и не очень утруждаются над точностью рисунка. Практически передавая только полноту губ. и намного реже они уточняют рисунок вполне. Обычно женскому портрету даже полнота губ, но красиво слепленных достаточно. И напротив, те, кто утруждаются над губами, усердно пытаясь понятны, что там столько бывает настроения в губах, что кажется, вот-вот-вот я сейчас сейчас я попробую. в итоге губы становятся уродливыми. Старайтесь не увлекаться чрезмерным вырисовыванием губ. Субтитры создавал DimaTorzok губами ну вот мерцание разных цветов и в принципе губочки стали ой, личико стало приятным и близко к похожему. темность под подбором должна иметь холодные цветики поскольку именно зеленый и сиреневый дает, особенно в данном случае сиреневый, дает активный рефлекс. сиреневый в данном случае губки 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 Продолжение следует... Легкая холодноватость оттенков волос, кроме рыжих, обогащает палитру волос. Легкая холодноватость оттенков волос. И, наконец, бликующая белизна, желтота, которая делает голову выразительно круглой. Легкая холодноватость оттенков волос. Легкая холодноватость оттенков волос. Легкая холодноватость оттенков волос. Для темности волос я задействовал изумрудную и краплак и английскую красную. И вот миганиями того и другого темные партии наполнятся достаточно богатым цветовым содержанием. В данном случае я пока еще не выписываю окончательно волосы. Только уточняю цвет, чтобы вынесен в голове, чтобы они были более сделанными. Уточнения окончательные произойдут в следующем сеансе, когда работа просохнет. Уже как лисировочное делание, когда на тройнике, состоящем из лака, масла и разбавителя, я буду уточнять мелочи в волосах. Скорее всего для выразительности голова фанчки, которые рисуются в данном случае, в волосах будет самое темное пятно в картине. Волосики будут самое темное пятно. И это будет обращать внимание на нее, как на центральную фигурку в картине этой. Опять же, импрессионизм любит штриховательные мазочки, стайки мазочков. Поэтому я работаю сейчас несколько суховато, стараясь наполнить волосы мерцаниями именно штрешочных мазочков. Краску замешиваю на масле. Масло все время подмешиваю, чтобы не слишком сухо класть. При этом сухо, но не слишком. Эту меру, конечно, надо распробовать, делая аналогичную задачу. Вы видите, волосы я несколько накраснил. Больше, чем натурально. Для того, чтобы подражать, подражая идеям Ренуара. Когда волосы его девушек, часто чуть ли не открытым красным написаны. И ничего, красиво. Поэтому легкое преувеличение краснотой для освещенной солнцем головы будет уместно. Стараемся подолгу не застревать на одном месте. И даже если мы не поставили точку, хотя были близки от нее, перебираемся на другие участки картины, чтобы все дополняло и помогало друг другу становиться убедительным и окончательным. Окончательность может наступить в момент, когда не ждешь. Поэтому, если мы будем сильно увлекаться вырисовыванием одного элемента картины, мы можем в итоге вынудить всю картину на чрезмерное выписывание и вымазывание, которое не очень уместно для идеи импрессионизма. Опять те же цветовые. Розоватости, желтоватости, зеленоватости, сиреневатости. Вот здесь прямо покрикивает сизый цвет. Поэтому я даже преувеличенно его подбрасываю. А заодно в компанию к нему и зеленцу. Этим же сизым цветом можно коснуться и в других теневых местах. Или, во всяком случае, удаленных от... Здесь же солнце пробивает насквозь зонт. И поэтому свет как бы уже приглушенный, как под абажуром. Но, тем не менее, теневая часть это все-таки это. Поэтому ей приличны сизости, сиреневости и зелености. Которые приходят как отраженные рефлексы на теневую часть. Сиреневый антипод зеленого. Поэтому вот здесь сиреневизна сразу выявила плечико из... от фонового пятна. От зелени. А здесь просто в силу тонального напряжения... Утемненности. Происходит такой же эффект заслонения одного другим. И выявление пространства и формы. Сиреневый антипод зеленый. Когда он задуман сразу, как она не слегкает. Сиреневый антипод зеленый. Но еще это все-таки это не холодно. И мы не знали, что он в форме нахране. Мы проживем и не знали. Субтитры создавал DimaTorzok Полноту груди обязательно показать, вот в данном случае подчеркивая снизу темностями. Рука несколько оказалась не на месте, в порыве бурного первого сеанса произошла неточность. Но при этом это легко устранимо и стоит устранить. И если сейчас камера видит, здесь бугорки густой краски, пока я руку набирал, и они лезут. Лезут, лезут, кисть руки когда набирал, лезут на вот эту часть. Поэтому я забрил это место, буквально забрил. И вы видите, практически никаких следов не осталось. Субтитры создавал DimaTorzok Краска, как вы видите, суховатая, для того, чтобы имитировать легкость набора первого сеанса. То есть так, как будто бы это первый сеанс продолжился. Чтобы не сбить легкость исполнения картины, которая очень актуальна для импрессионизма. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Зеленит рукоятка... Замта... Зеленит... Желтит... Рефлекс света падает на теневую часть его... Обращенную к свету... Обращенную к светлому пятну... Продолжение следует... 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 В наше время есть всякие способы для уточнения рисунка на этом этапе. И даже на этапе, когда вы только набрали работу, вам необходимо уточнить рисунок вполне. Я в других фильмах проговаривал эти способы, и вы можете их использовать в своем импрессионизме без зазрения. Ужас того, что вы совершаете некое преступление, не должен вас мучить. Поскольку все западные художники, практически все, пользуются преступными сейчас техническими средствами. Наши художники более консервативны и часто ради правды исполнительской лишают себя возможности быть эффективными. Ну, я надеюсь, что вы не станете, у вас нет даже времени быть упертыми в этом вопросе. Поэтому для уточнения рисунка можете использовать проекторы. Они есть в магазинах для художников, проекторы. Когда вы кладете фотографию, и эту фотографию световая пушка бросает на холст. И вот вы, допустим, набрали всю картину, набрали-набрали, вот как в том еще первом сеансе. Набрали-набрали. Потом этой пушкой бросили изображение, и у вас чуть-чуть этот контур проследится. И вы просто уточните, подкрасите, подмажете. И вы точно будете знать, что кончик носа у вас будет именно в этом месте. Кончик подбородка в этом. Здесь будет эта линия талии, здесь будет проходить рука. Этих пунктов достаточно, все остальные уже можно так сильно не уточнять. Ну, чтобы уже не уподобиться только фотографии. Потому что когда вы пишете от руки, от души, то появляется плодородный слой картины. Полюбленность картины появляется. Если же вы сначала сделаете чертеж картины с фотоматериала, то вы потеряете это живописное вторжение в холст. Поэтому в этом смысле пушка должна быть использована уже в процессе работы. Для буквального уточнения. То, чем занимаюсь я сейчас от руки. Я понимаю, какую крамулу я говорю перед лицом коллег. Но вы, надеюсь, будете проявлять благоразумие. И меня не выдачете. Конечно, эмоциональности этот этап работы не дает. Но работа над картиной обычно состоит из трех этапов. Бурное начало. Очень бурное начало. И чем бурней и более законченней окажется картина после бури, тем больше шансов, что картина будет живой и интересной. Поэтому в первом сеансе стоит сделать максимум. Ну а уже во втором поковыряться с картиночкой. И, наконец, третий сеанс. Может быть, в промежуточных, может быть, под пресловутым вторым сеансом может подразумеваться и два сеанса, и три. Но после них следует тоже несколько бурный финишный сеанс. И если он будет не бурным, а вялым и тухлым, то, скорее всего, и работа станет тухлой. В этом третьем сеансе стоит взять крупную кисть, крупные кисти, и начать работу именно с крупных решений. Ну, мы с вами дойдем до этого этапа. Может быть, не в этой картине, потому что картин, значит, много. И их надо все вести. И не всегда удается вести их на камеру. Но я думаю, что я вам покажу идею третьего сеанса, который тоже должен стать эмоциональным, живым, подвижным. Так, чтобы вся картина наполнилась эмоцией, волнением исполнительским. Ну, опять же, а этот сеанс достаточно тихий, педантичный. Вот, скажем, эмоциональные работы Мане, кувшинки и прочее, обычно завершались так. Он ставил перед собой все эти работы редком и едва находил что-то интересное в одной картине, нес в тираж это интересное остальным. Хотя мы знаем, что он любитель пленэров и прочее, прочее. Вот. Но, видите, не только пленэр, потому что доводить до ума приходится все-таки в тишине в мастерской. в тишине Девушка Карина, портрет которой сейчас выписывается, очень рада тому, что попала на картину. Карина, привет! Надеюсь, и многим из вас тоже удастся оказаться запечатленными в картинах. И даже, может быть, вы сами себя запечатлите, потому что есть формат автопортрета. Тоже Зеленца. Зеленца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Импрессионизм как идея живописи, вы знаете, что очень часто обращается к темам повседневной жизни. И это дает возможность художнику, а вместе с ним и людям, которые с ним общаются, практически становиться летописцами своей и их дружеской компании. Может, еще и поэтому он так притягателен для широкой аудитории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все время вот эти вот мигания охристо-зеленоватых оттенков, красноватых оттенков, оранжеватых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, как красненько, мушечку? Хорошо. Вы обратите внимание, что ушки в живописи, как правило, художники преувеличивают в красноте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна кисть у меня для вот этих цветовых и тоновых, другую я использую для зеленых. Чтобы постоянно не всполаскивать кисть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще хотел сказать очень важную вещь, сейчас проговорю ее. Вот смотрите, сейчас губы решены в три мазка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был один верхний мазок, второй нижний, и вот этот темный мазок, если камера, конечно, видит, увенчал решение губ. Если у вас будет происходить подобное, что губы решены в три мазка, в два мазка, это идеально. Для импрессионизма это идеально. Вы неоднократно, вы неоднократно, вы неоднократно, вы неоднократно, вы неоднократно подобное увидите у Моне, у Ренуара. Вот скажем, эти губки я немножко замусолил, и я в дальнейшем постараюсь сделать имитацию, что сделано в два мазка. Иногда стоит сделать имитацию. Сейчас уже темнеет, и камера, скорее всего, уже не все видит, а включать искусственный свет мы нарушим дисциплину исполнения импрессионизма. Вот, поэтому я сейчас заканчиваю. По-моему, я достаточно для часового видео проговорил. Вот, поэтому сейчас призакончу. Казалось бы, вот это место, шляпка смуглее, чем белый зонт. Но теневая зонта, вы видите, темнее, чем освещенная часть шляпки. То есть такие вещи тщательно наблюдаем, подслеживаем. Вот в том, как бы, последнем сеансе, когда буду завершать работу крупной кистью, я постараюсь и здесь какой-нибудь крупный или два крупных мазка положить, и здесь мазок положить крупный. Ну, чтобы, опять же, была имитация легчайшего исполнения. Вообще, как будто художник вообще не способен утруждаться. Не должен утруждаться. Кстати, некоторые из вас так и думают, когда приходят на мастер-классы. Ну, конечно, к удивлению. Вот. Но, тем не менее, импрессионизм легкий жанр, и многие из вас будут справляться так же, как импрессионисты в свое время, становясь таковыми из среды даже клерков. Считанные год-два превращались в одного из известных нам ныне импрессионистов. Поэтому и вам того же желаю. Жанр прекрасный.